ЗВОНОК В ДВЕРЬ Сталкостроители обеспокоены тем, что экстренные службы не доберутся до места в случае ЧП. Буквально на днях в одном из домов произошел пожар. Спасатели, к счастью, добрались и все потушили, но только потому, что шлагбаум был открыт. В целом же несколько улиц перекрыты, а жители тем временем разделились на два лагеря. Те, кто против незаконных построек, и те, кто их установил. Кстати, есть и постановление органов надзорной деятельности, и даже решение суда. Подробности мы расскажем в 18.30. Программа «Безбарьерный Нижникамск» работает. Вот такие пандусы есть в некоторых домах города. В доме на вокзальной 38, например, они установлены до четвертого этажа. Здесь проживает инвалид-колясочник. Масштабная программа по установке пандусов была завершена в 2012 году, но установка специального оборудования продолжается. С 1 марта начинается прием заявок на муниципальный конкурс художественного мастерства «Город на Каме». Приурочен он к юбилею города. Принять участие могут учащиеся художественных школ, студенты СУЗов и ВУЗов, художники Нижникамска. Работы будут оцениваться по двум номинациям – живопись и графика. На конкурс принимаются работы, прошедшие предварительный отбор на местах. Работы принимаются одновременно с заявкой до 21 апреля по адресу улица Бызова, дом 1Б. Подробности можно узнать по телефону 41-13-42. Футбольный нефтехимик удачно стартовал на выезде. Напомним, сейчас подопечный Рустама Хузина находится на предсезонных сборах в Симферополе. В рамках подготовки к сезону химикам предстоит сыграть 4 матча. Накануне прошел первый из них. Соперниками стали наши соседи из Автограда, игроки Челнинского «Камаза». Нижнекамцы одержали победу со счетом 2-0. В Нижнекамске сегодня пасмурно, минус 1 градус. Опасен ли лед на нижнекамских водоемах? Об этом и не только мы расскажем в следующих выпусках. Если и у вас есть что нам рассказать, связаться с редакцией службы новостей вы можете по телефону 40 07 70 и через сайт ntrtv.ru. До встречи.